Hola amigos, на связи Матвей. В сегодняшнем видео я бы хотел свидеть такую проблему, как играть в Fortnite против ПК игроков. Все мы знаем, что в Fortnite основная киберспортивная платформа, это именно компьютер, и обычно именно ПК игроков называют самыми сильными игроками в нашей игре. Я думаю, каждый игрок на консоли, ну или мобильный игрок, прекрасно понимает, что в игре профессионального ПК игрока у них нет никаких шансов. Но сегодня я вам докажу обратное. Сегодня я собрал для вас ряд тактик и действий в игре, с помощью которых вы сможете обыграть на любой платформе, будь вы консольщик, будь вы мобильный игрок, даже если вы на свече играете, если вы будете придерживаться тактикам и техникам из этого видео, вы с потенциальным шансом сможете выиграть даже профессионального ПК игрока. Ведь у каждой платформы есть как и свои плюсы, так и свои минусы. В этом видео я вам расскажу плюсы ПК игроков, то есть моменты в игре, где они особенно хороши, ну а также их минусы, то есть уязвимости, по которым мы сможем их переигрывать. И да, говорю я это всё неспроста, потому что я успел опросить множество профессиональных ПК игроков, консольщиков, ну а также мобильных игроков. Сам не один час играл в творческий режим против профессионального ПК игрока с Ирнингом, ну а также присмотрел множество видео и записей стримов, где киберспортсмены на компьютере сражаются против таких же киберспортсменов на консоли и мобильных игроков. Со всего вышеперечисленного я и делал выводы для этого видео. Уверен, это видео будет интересно как консольщикам, которые стараются переиграть ПК игроков, так и мобильным игрокам, которые тоже сражаются против ПК, ну и самим ПК игрокам, я думаю, тоже будет интересно посмотреть, чтобы обыгрывать таких же, как они, ну или изъять минусы и переделать их в плюсы для своей игры. Ладно, не хочу долго затягивать, так что если вы впервые на моем канале, если вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете в Fortnite на любой другой платформе, обязательно оформите подписку, тут вы найдете лучший и единственный контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, ну и лучшая поддержка меня, это мой тегавтор Мотивкар в вашем жде в магазине Fortnite. Снайт смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВК, ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующий, ребята, в конце видео. А если у вас нету ВКонтакте, вы также можете добавлять скрины ваших покупок с моим тегом в специальный канал в нашем Дискорд-сервере, ссылку на него вы тоже найдете в описании. А теперь, после небольшой саморекламы, давайте-ка перейдем к сегодняшней теме. Первое, с чего я хочу начать, это преимущества ПК-платформы. Вообще, я уже делал видео на своем канале, где сравнивал все платформы, на которых можно поиграть в Fortnite. Ссылочка в правом верхнем углу, так что, кому будет интересно, посмотрите. Сейчас же я затрону всего лишь несколько из них, которые реально влияют на игру. Первый плюс ПК-платформы – это высокий FPS. Типичный профессиональный игрок в Fortnite на ПК имеет как минимум 90 FPS в игре. Поэтому убедитесь, что у вас на девайсе FPS не ниже 60. Потому что с 30 и ниже у вас практически не остается никаких шансов против чувака, который очень круто играет и при этом имеет 120 FPS в игре. Особое внимание мобайл игрокам, потому что чаще всего возникает такая проблема именно у них. Так что, если ты до сих пор играешь в Fortnite на своем андроиде в 30 FPS, то быстро чекай мое видео по установке 60 FPS на любом андроиде в 2 клика. Ссылка, как всегда, в правом верхнем углу. Ну а мы погнали дальше. Предлагаю начать с того, какое оружие выбирать против ПК игроков и как его правильно надо использовать. Давайте вспомним, что на геймпаде есть джойстик, с помощью которого мы двигаем камеру нашего персонажа в игре. И согласитесь, двигать ее достаточно проблематично. Ну а на телефоне экран имеет свои рамки, поэтому бесконечно двигать по нем пальцам нельзя. А какое у нас первое правило? Правильно, убивать врага как можно быстрее. Именно здесь мы сходимся к тому, что с собой всегда надо брать быстрое оружие, если вы не меткий. Например, если вы один раз промахнетесь с чарджа в боксе с ПКшером, то, скорее всего, вас больше не станет. Потому что пока вы снова будете заряжать свой чардж, ПК игрок успеет вас убить. Тут есть два решения. Либо берите тактик или новый дробовик, не помню как он называется, но вроде как он тоже скорострельный. Либо берите чардж и на подстраховку ППХу. Потому что с тактикой и так можно уже зажимать, и ППХу там брать не обязательно, разве что автомат. А если вы берете чардж, то это строго, плюс еще одна ППХа, плюс еще один автомат. Если вы один раз промахнетесь с чарджа, вы сможете зажать ПК игрока с ППХи. А учитывая, что на консоли или на телефоне есть Айм Ассист, это нам только на руку. Кстати, об Айм Ассисте. Пользуйтесь данным преимуществом. Айм Ассист лучше всего подходит для автомата или ППХи, о которых я как раз сейчас вам немного поподробнее расскажу. С ППХи мы можем смело зажимать ПК игрока, потому что урон от него идет как от водопада. Сейчас объясню. Айм Ассист просто немного сглажно прикрепляет прицел вашего персонажа к вашему врагу. Дробовик мы же используем для того, чтобы точно стрелять и сносить за один выстрел как можно больше ХП. И обычно мы целимся именно в голову, чтобы снести как можно больше ХП. Но Айм Ассист не прикрепляет прицел к голове, а к вражескому персонажу в общем. Поэтому на дробовиках Айм Ассист не очень-то и сильно помогает. Что не скажешь уже про ПП. Потому что ПП это скорострельное оружие и урон от него зависит от того, сколько патронов вошло в вашего противника. Ну и в принципе даже если стреляя просто в пятку противника, вы сможете за пару секунд его полностью сбрить и тем самым убить. Пули льются на ПК игрока, будто водопад. Ну я надеюсь вы поняли мою аналогию. Поэтому если у вас плохой Айм, в ближнем бою вы можете использовать именно ПП. Конечно же если вы точный как снайпер, то это к вам не относится, можете смело дальше раздавать хеды с ваших дробовиков. Далее техника в ближнем бою. Какое оружие использовать и как мы уже разобрались, давайте поговорим про саму технику. Залетать в чужой бокс вашего врага, который играет на компьютере, я вам крайне не рекомендую. Если конечно же это не будет быстро и молниеносно. ПК игрок будет знать, что вы войдете в его бокс и будет готовить свою пампу, чтобы когда вы в нее влетели, дать вам сочный хед. Поэтому если вы хотите войти в чужой бокс и вы знаете, что противник знает, что вы хотите войти в его бокс, то лучше передумайте. Делайте это неожиданно и лучше всего сверху. Потому что когда на вас лезут сверху, это сложнее всего контролировать. Особенно для ПК игроков и особенно если вы консольщик и у вас в руках ППХ. Другое дело, если наоборот ПК игрок пытается войти в ваш бокс. Если вы уже видите, как он ломает у вас стенку и поставил над собой рампу, то прежде всего поставьте под собой конус. И зайдите за обратную часть конуса от вашего врага. Таким образом, во-первых, ваш противник не сможет поставить рампу, чтобы отградить себя от вас во время файта. Во-вторых, это послужит вам небольшим укрытием и с помощью него вы потом сможете отградить себя от противника, отрядачь стенку и сбежать. Все же, если ваш противник, который играет на ПК, залетел к вам в бокс, здесь есть пару вариантов событий. Если вы снайпер, шотайте его с вашего дробовика. Ну а если нет, да даже если да, в любом случае можно просто зажать и с помощью ам-ассиста и немного консольной магии мы сможем его победить. Ну и при стрельбе в боксе, прежде всего, будьте подвижными, чтобы получать как можно меньше урона от вашего врага на ПК. Прыгайте, всячески двигайтесь и тому подобное. Даже небольшие колебания вашего персонажа помогут вам сохранить какое-то количество хп, но ам-ассист вам поможет оставлять ваш прицел на вашем противнике. В принципе, это все, что касается творческого режима и ближнего боя. Потому что во время турнира или обычной игры в арену мы стараемся выиграть, то есть нам надо выживать как можно дольше. Ну и мы играем, конечно же, на лейт. Да, если у нас мультиплатформенные турниры и мы играем на консоли или на каком-нибудь мобильном девайсе, пушить всех подряд не наш вариант. Потому что консолечкам априори сложнее играть на геймпаде и редачишь намного медленнее, чем на клаве. На мобильных устройствах ситуация обстоит немного иначе, потому что на них можно редачить как на компьютере, но этому очень сложно учиться и делать так могут только единицы. Так что запоминаем, мы играем всегда на лейт. Ну, конечно же, здесь есть и свои некоторые техники, которые могут вам помочь сделать побольше киллов, о которых сейчас я вам расскажу. Помните, вначале я говорил про АМ-ассист, ПП-хи и автоматы? Да, АМ-ассист тоже очень сильно помогает играть с автомата. Поэтому, во-первых, ищем место, где будет находиться просвет в буре. Отстраиваем там 4 бокса, чтобы образовалась одна коробка 2х2. И сидим там, редачивая окна, отстреливая и сбривая абсолютно всех. Особенно ребят, которые уже начали между собой файт. Опять же, если вы профессиональный снайпер, то берите с собой еще и винтовку и отстреливать противников вам будет еще веселее. Но всегда помните, что в поздней лейт игре винтовка вам никогда не понадобится, поэтому рано или поздно меняйте ее на что-нибудь более полезное. Например, на какой-нибудь мувмент. И вообще, вы должны уметь всегда в любой момент быстро между собой чередовать различное оружие. Очень хороший навык, иногда даже получше редактирование. Например, дал урон с дробаша, быстро переключился на ПП-ху и добиваешь противника. Ну и тому подобное. Кстати, особо применимо для нас, то есть консольщиков и мобильных игроков против ПК. В принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Огромное спасибо вам за просмотр. Кстати, если вам понравилось данное видео, хочу вас порадовать. На своем канале я хочу снять еще пару похожих видео. На этой же неделе я выпущу ролик, как обыгрывать профессионального игрока на контроллере и как обыгрывать профессионального игрока на мобильном девайсе. Вот вам еще одна хорошая причина, чтобы подписаться на мой канал Мотивкар и включить на нем уведомления. Ну а так, пишите в комментариях, согласны ли вы с тем, что я сказал в этом ролике. Может я что-то забыл упомянуть или наоборот что-то лишнее сказал, не знаю. В любом случае, если вы знаете еще какие-нибудь техники или тактики игры против ПК игроков, которые я еще не назвал, смело пишите о них в комментарии. Лучший из них я обязательно лайкну, может быть даже закреплю. Не забудьте оценить другие видео на моем канале. Ну а по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego.